видите камень это комета люди верят что кометы как это дурной знак предупреждение о грядущих бедах сегодня мы знаем что кометы это обломки камня и льда вращающиеся вокруг солнца вдали от планет солнечной системы если какая-то из них попадает на орбиту близкую к солнцу ее твердая поверхность становится газообразной мимо но мелкие частицы из ее хвоста метеороиды столкнуться с атмосферой земли и падая сгорят образуя метеорный дождь мы все чаще замечаем как очень сильно и порой чересчур быстро меняется наша планета перемены происходят и во всей вселенной звезды планеты галактики находятся в движении которым управляет постоянно действующая сила гравитации порой объекты сталкиваются остальные остались на орбите сила гравитации помешала им рассеяться в пространстве куски породы вращались вокруг земли и притягивались друг другу сталкиваясь они образовывали крупные глыбы в течение нескольких недель глыбы соединяясь становясь все больше и больше кажется невероятным но меньше чем через месяц именно катастрофа произошедшая тогда сделала землю пригодной для жизни наклонилась ось вращения и появились времена года из-за притяжения луны возникли приливы и отливы сейчас солнечная система вполне сформировалась так что земля уже не столкнется с какой-нибудь планетой но есть другие столкновения влияющие на нас самые важные из них касаются солнца не бойтесь в ближайшем будущем земля не столкнется с солнцем орбита стабильно и останется такой миллиарды лет но вся жизнь на нашей земле зависит от столкновений внутри солнца солнце звезда как и те что мы видим в ночном небе только она ближе и выглядит иначе как нежно сияющий шар на самом деле совсем не нежный темные участки солнечные пятна каждая из них размером с землю солнечные пятна темные потому что это самые холодные участки температура там лишь четыре с половиной тысячи градусов остальное солнце горячее энергия солнца как и всех звезд результат столкновения крошечных частиц называемых протонами каждую секунду множество протонов сталкиваются и сливаются в солнечном ядре высвобождая огромное количество энергии большая часть покидает солнце в виде света другая часть в виде постоянных потоков заряженных частиц которые называют солнечным ветром он дует со скоростью полтора миллиона километров в час иногда на солнце происходят более мощные бури которые выбрасывают частицы в космос перед нами настоящее изображение солнечной бури полученная спутником наса видите помехи это облако частиц накрыла спутник и проникла в фотокамеру телескопа солнечный ветер дует на планеты солнечной системы ежесекундно каждый день он настолько мощный что под его напором земля могла бы лишиться планет большая часть астероидов вращается по орбитам в поясе расположенным между марсом и юпитером есть и те что к нам ближе ничтожно мало вероятность того что случится столкновение крупного астероида землей но 65 миллионов лет назад случилось к несчастью для них произошли перемены астероид упал на месте современной мексики взрыв породил гигантский огненный шар который уничтожил все вокруг испарившиеся земля и камни были выброшены в космос эти обломки падали обратно и атмосфера нагревалась раскаленные глыбы наносили удар за ударом все что могло загорелось землю охватили пожары за час температура на земном шаре поднялась до двухсот пятидесяти градусов стало жарко как в печке дым и сажа наполнили атмосферу полгода темнота не давала развиваться растениям во время этих разрушений вызванных столкновением извержениями вулканов и изменением уровня моря почти три четверти жизни на земле погибла эпоха динозавров закончилась но жизнь не сдавалась некоторые динозавры выжили эволюционировали в современных птиц выжили некоторые млекопитающие получив шанс развиваться дальше без этого столкновения не было бы людей силы гравитации можно изменить траекторию астероида например вот так если космический корабль полетит рядом с астероидом то гравитационное притяжение корабля может отклонить астероид от орбиты чуть-чуть сбить его с курса прошли бы годы но медленно день за днем астероид слегка смещался бы со своей орбиты и наконец удалился на сотни километров от нас сотни километров немного но достаточно для нашего спокойствия пока это только идея но она перспективна на галактике сотни миллиардов звезд и возможно триллионы планет а также огромное количество газа и пыли звезды в галактиках так далеко друг от друга чтобы раз в сотни тысяч лет покидая галактику млечный путь стоит заглянуть в будущее и увидеть как будет выглядеть наша звездная система и вся вселенная далеко друг от друга ученые полагают что они просто проскользнут мимо столкнуться только газ и пыль каждый из галактик и это столкновение породит множество звезд и планет в итоге через миллиарды лет млечный путь и галактика андромеды образуют огромную новую галактику столкновение галактик часть их обычного жизненного цикла и наш млечный путь результат столкновения множество малых галактик не будь столкновений не было бы нашей галактики и вероятно нас тоже поз assumptions я будут с м м м м м Продолжение следует...